Hello! Переходим к 11 чтению. Это второе задание из раздела чтения. И оно относится к заданию повышенного уровня сложности, то есть относится к уровню B1. Что оно из себя представляет? Перед нами небольшой текст, буквально небольшой, с шестью пропусками и частями предложения на выбор. Частей предложений 7, пропусков 6, как всегда, есть одна лишняя часть предложения. В чем закавыка? Казалось бы, ну прекрасно, раз-раз и все. Вставил все, что нужно. Но тексты, они обычны тем, что своим содержанием. Во-первых, потому что они касаются каких-то исторических событий. Тексты всегда посвящены каким-то важным событиям в истории человечества, важным людям, каким-то изобретением. То есть знание, вот общее знание истории, человечества, каких-то вот банальная эрудиция, другими словами, она крайне важна в этом задании. Почему? Потому что зачастую вот подходит к одному, кажется, грамматически и лексически прекрасно подходит одна и та же часть. Вот кажется, что вот прекрасно все подходит. И мы можем сделать правильный выбор, только зная контекст. То есть, условно, зная вот в этом историческом событии, да, что какая последовательность событий, какая последовательность действий, порой это спасает, друзья. Так что, чем больше знаем, тем лучше. Переходим с вами к шагам. Какие шаги необходимо сделать, чтобы исключить любую возможность ошибиться в этом задании. Шаг номер один. Собственно, каким образом выполняем это задание, да, читаем. Я бы рекомендовала прочитать весь текст целиком, опять же, для того, чтобы вот момент контекста убрать и понять, да, что, зачем идет, какая последовательность событий. И опять же, убираем момент дословного перевода. Главное понять ход событий. Дальше, следующий шаг, что нам может помочь? Ну, во-первых, мы обращаем внимание на грамматические структуры. Очень часто сами части с пропусками начинаются с таких слов, как who, which, when, where, да, и, то есть, это все, ну, местоимения, наречия, и они нам помогают, да, понять контекстуально, о чем идет речь, да. Relative clauses очень часто здесь используются, да, вот такие предложения. Типа предаточные, который, да, что-то сделал, человек, который создал, там, не знаю, телескоп, ученый, там, который, там, чего-то достиг и так далее. То есть, то есть, вот именно структура предложения, да, и граммат, ну, в данном случае мы поговорим пока не о структуре предложения, а именно о грамматике, ну, и такие базовые знания, как, к примеру, да, что местоимение who относится к одушевленному чему-то, да. И если по контексту мы понимаем, что речь идет о человеке, человек, далее пропуск, и мы понимаем, что, да, сюда отлично подойдет, который что-то сделал, who, да, did something. For example, at Halloween there are many people in Britain, да, который, да, who, who complained that the holiday is an American import, yeah. So, yeah. Вот такие дела, поехали дальше. Что еще для нас важно? Конечно же, лексика. Да, здесь дается в качестве практического задания, вот, именно соотнести, да, лексику, то есть, мы должны понимать, опять же, контекстуально, к чему относятся, да, что к чему относятся, да, к теме климата, да, outdoor activities, какие-то, не знаю, активности, не знаю, бег, бег, игра, там, коньки, что-то такое и так далее. В чем суть, ребят, да, к чему это? So, sometimes words or phrases in the extract refer to something else in a sentence in the text. For example, давайте разберемся на примере. То есть, важно читать, да, внимательно обратить внимание, что у нас находится до пропуска и после пропуска лексика нам подскажет. То есть, сам контекст, о чем идет речь, да, какая тема, другими словами, тема, на какую тему слова нужно искать, вот, как бы, вот, в этих частях для вставки. For example, so, the start of the sentence may mention climate before the gap, before a gap, да, вот, например, речь идет о климате в начале предложения. The area has a very wet climate, да, вот, в этом районе очень такой вот влажный климат, к примеру. И нам кажется, окей, в начале предложения про климат, замечательно, значит, там будет продолжение искать, надо что-то про климат. Но помните, что нужно прочитать и то, что находится после пропуска. The extra gap to fill that gap may mention weather, rain or other words and phrases related to the same idea, but. Да, кажется, что подходит тему про климат, но. But. Tourists don't seem to mind the bad weather. Look closely at the text before and after each gap. Да, тут уже дальше, да, контекст. То есть, ребят, крайне важно смотреть, что у нас находится до пропуска и после пропуска. Это зачастую нам помогает не совершить ошибки. Дальше. Логика. Об этом я уже упомянула, да, understanding text logic. То есть именно последовательность. Что, зачем идет. Это тоже такой аспект, который в нужный момент, когда кажется, что подходит, и эта часть, да, предложения, и эта часть предложения. Но именно понимание, да, контекста, то есть логики события нам подскажет, что подходит здесь наилучшим образом. Understanding sentence structure. И структура предложения, это на самом деле один из важных аспектов. То есть понимание структуры предложения, порядка слов, очень, да, очень важна. Даже пунктуация, да, тоже спорная тема в английском языке, но все-таки зачастую подсказывает нам. То есть это то, что также мы будем разбирать на годовом курсе, большая тема. Вот эти аспекты нам важны. Ну что же, практикуемся. Погнали. Продолжение следует...